К нам присоединяется Руслан Осипенко, дипломат и международный эксперт. Здравствуйте. Добрый день. Приветствую. Итак, Путин вчера вечером провел совещание с силовиками по мерам после теракта в Крокус-Сити. И там он продолжил продвигать версию, что за произошедшим стоит Украина. Прямых обвинений не было. Дословно он сказал, я процитирую, что случившееся это звено в серии попыток тех, кто воюет с РФ с 2014 года руками киевского режима. И накануне и Европа, и США, они предупреждали кремлевские власти не использовать теракт в Крокусе в качестве предлога для эскалации военного конфликта в Украине. И я предлагаю нашим зрителям и Руслану, который к нам присоединится, послушать, что по этому поводу сказал еще и президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня Путин снова разговаривал сам с собой, и это снова транслировали по телевидению. Опять обвиняют Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого. Хотя террором уже два десятилетия подпитывается именно он. Именно он самое большое окно для террора. Он и его спецслужбы. И когда его не станет, запрос на террор и насилие исчезнет вместе с ним, потому что это его запрос. Ничей больше. Я благодарю всех, кто защищает людей и ценит жизнь. Я благодарю всех, кто с Украиной. Слава Украине! Да, Руслан, вот мы услышали обращение Владимира Зеленского, да? Но ведь очередные обвинения вчера звучали от Путина. Сегодня Украина уже прямо обвинил Патрушев и директор ФСБ Бортников, да? А что за этим может последовать? А с этим может быть последовать всеобщая мобилизация, усиление боевых действий в Украине. В принципе, в России не разбираются о причинах реальных, откуда и почему, так сказать, происходит вот этот терроризм. Для них главное назначить виновных и направить, так сказать, общественное мнение и все ресурсы на борьбу с Украиной. Для них главное это Украина сегодня. Украина, Запад объединенный, там, Соединенные Штаты, Британия, у них главные враги. Вот они назначили их виноватыми, будут бороться. При этом они открывают спину для реальной опасности, на самом деле. В принципе, их можно понять, потому что если они действительно захотят разобраться в истинных причинах, они поймут, что против них открыт внутренний фронт. Россия многонациональная страна, там очень много мусульман. И если они скажут, что мусульмане совершили это нападение, тюркские народы, но они откроют, это означает, что внутри России есть этнические конфликты и внутренний фронт откроют. А они этого допустить не могут. Им легче обвинить Украину, потому что с Украиной уже идет война. Поэтому легче перенаправить вот эту ненависть россиян против Украины. Вот и решение этого уравнения. Вот как раз о том, что Москва сейчас сделает огромную ошибку, обвиняя беспочвенно в этом теракте Украину, уже в нашем эфире сегодня как раз перед вами уже два собеседника нашей говорили, в том числе и военный эксперт, специалист по Ближнему Востоку из Израиля. Так вот, как вы считаете, ответственность за атаку на Крокус взяло на себя подразделение исламского государства? И это не просто на словах, они выкладывали видео с камеры одного из террористов. И вот, как говорили наши собеседники, есть много доказательств косвенных к тому, что именно ИГИЛ выбрала мишенью столицы России. Россия, хотелось бы услышать ваше мнение, почему именно сейчас, почему ИГИЛ, почему это Россия? Ну, во-первых, Россия является поработителем большинства мусульман. То есть большинство национальных образований на территории России – это мусульмане, это первое. Исторически это тюркские мусульманские народы, которые правили на территории Тартарии, которую сейчас занимает Россия. То есть раньше они были в своем доме как бы хозяевами, а теперь они считаются, россияне считают вторым, третьим сортом людьми и также относятся к ним. Поэтому, ну, они прошли через порабощение, теперь прошли через унижение. Ну, а какую реакцию хотела Москва получить в ответ? Они же не считают их равными себе людьми. То есть они их унижают, издеваются над ними, поработили их, хотя это их исконная территория, Тартария. Ну, посмотрите, там все карты, там 15-е, 14-е столетия. Это все есть в интернете. Поэтому маятник истории качнулся в другую сторону. Мусульмане России и тюркские народы России, они вернут свое, они вернут свой дом себе. А россияне будут платить по счетам за то, что они за вековую историю сделали по отношению к мусульманам и к россиянам. ИГИЛ предприняло новые атаки, теперь уже лично Путину. По поводу того, что пытали, чуть ли не казнили тех, кто был задержан, да, за подозреваемое в этом теракте. Так вот, пресс-секретарь Путина Песков отказался отвечать на вопрос ЕНН на следах пыток у задержанных. Я оставляю без ответа этот вопрос. Сказал заместитель председателя совьезда Дмитрий Медведев, назвал молодцами силовиков, участвующих в задержании, ну и пытавших, естественно, задержанных. И призвал убивать всех причастных к теракту. Получается, власти публично одобрили пытки обвиняемых по делу о теракте. Так вот, как уже есть такое мнение, что вот эти попытки России навязать такое мнение, что, да, исламисты, но за спиной стояла СБУ и так далее, они еще более злят. Исламское государство, они хотят подчеркнуть масштабность своей акции. О том, заявить о себе громко. А тут, видите ли, Москва не соглашается с тем, что все это идил. И это и есть сейчас для Москвы вот такая достаточно серьезная угроза, достаточно серьезная возможность того, что ИГИЛ может повторить эти террористические атаки, а Москва, ну не то чтобы повернулась спиной, но пытается переложить это все на плечи других. Вот как считаете, возможны ли повторные теракты в Москве? Они невозможны, они будут, сто процентов будут, потому что они унизили, с точки зрения ИГИЛа, они унизили ИГИЛ. То есть, а унижения на Востоке не прощают. Поэтому, если бы они просто погибли там от пули, они бы были, ну как воины, как шахеды, которые там за идею погибли, за свою идею. А когда над ними издевались, и это показательно слили в сеть и продемонстрировали другим, то есть унизили людей, которые, ну, свою жизнь там готовы были отдать за какую-то идею, за свою, да, то это унижение, конечно, на Востоке не прощается. И Россия таким образом просто запускает спираль вот этого насилия. И то, что эти теракты будут повторяться, это, ну, просто сто процентов плюс. Скажите, а вот Валерий цитировал и Пескова, и Медведева. А я хотела уточнить, с точки зрения международного права, что это означает, когда власть публично одобряет пытки задержанных? Это нарушение международного права, многих конвенций. То есть, ну, Россия, я не удивляюсь уже этому, потому что Россия наплевала на международное право еще в 2020 году. Мы с вами это обсуждали, она внесла поправки в Конституцию свою, когда принимала там поправки в Конституции РФ. Она сказала, что международное право на их территории не действует. Или будет действовать избирательно, если Верховный суд решит, что это в интересах России, значит, оно будет действовать. Если же ручной Верховный суд Кремля решит, что это не подходит национальным интересам, значит, оно не будет действовать. Пишем равно или ставим равно и говорим, что международное право не действует на территории России. Поэтому они не отказались от мин, от химического оружия, поэтому они не придерживаются никаких правил по отношению к военнопленным, поэтому они унижают там другие народы, порабощенные, которые в России. Им наплевать на свои законы, на свою конституцию и на международное право. Это люди без чести, без правил каких-то, поэтому тут не приходится удивляться. Ну, иногда все-таки удивляет, знаете, вот, например, посол России в Польше Сергей Андреев отказался от посещения польского МИДа. Он был вызван туда после того, как российская ракета залетела в воздушное пространство Польши и пробыла там 39 секунд. И, ну, теперь польская сторона вообще задается вопросом, да, способен ли Андрей вообще представлять интересы Российской Федерации в Варшаве. И там пообещали доставить ноту в российский МИД другим путем. Но как вы оцениваете все-таки вот такое поведение посла? Для того, чтобы понять поведение посла, надо разобрать вот два случая, которые мы имели за последнее время. Это, если вы помните, случай, когда Турция в 2015 году после двух предупреждений России, чтобы ее самолеты там не залетали в воздушное пространство Турции, взяла и сбила на третий раз российский самолет. Я не помню, там какой Су-24, по-моему, залетел на несколько секунд и его просто сбили. После этого прекратились полеты в воздушное, залеты в воздушное пространство российской авиации, хотя рядом там шла война, там Сирия рядом и там, ну, реальная война шла. Посмотрите теперь эпизод с Польшей. Первый раз, когда залетали ракеты в Польшу, Герасимов по своим военным каналам извинялся там, и посол готов был ходить там и так далее, и так далее. Но теперь уже после второго, третьего раза, когда там падали обломки ракеты, залетали ракеты, на третий раз посол России говорит, вы мне доказательств не предоставили. То есть не они должны предоставлять доказательства, что это ненамеренно было, там случайно залетела ракета. А то есть посол уже свысока говорит правительству Польши, докажите, чтобы ракета залетала. Делаем вывод, что Россия понимает только силу и когда предупреждения подкреплены конкретными мерами. А такое поведение, как Польша демонстрирует, она просто мотивирует Россию делать шаг вперед и давить дальше на Польшу. То есть Польша получит еще большее давление. Если залетала одна ракета, будет залетать там, групповые цели будут залетать, там, 2, 3, 4 и так далее. То есть поэтому отсутствие реакции или вот эта глубокая обеспокоенность, которую выражает там демократический Запад, оно не работает. Работает как с президентом Турции. Два раза предупредил, на третий раз залетели, сбили и все, больше никто не летает. Ну помидоры там не дали завозить на рынок какое-то время, потом возобновили торговлю и все хорошо, опять дружат. Поэтому Россия понимает только язык силы. Все, другого языка она не понимает. Никакое международное право, никакие там озабоченности, ноты, это все не работает. Вот как раз, Руслан, вот в этом же контексте говорит и глава МИДа Литвы Габриэлис Ландсбергис, что пассивность будет восприниматься как слабость, как трусость и бить надо. Сегодня глава польского МИДа уже сказал, что да, НАТО, мол, рассматривает вариант, что будут российские ракеты сбивать, когда они летят в сторону Альянса, но для этого нужно разрешение Украины. Мне слабо это представить, да, когда за 40 секунд спрашивают разрешение Украины. Я могу даже предположить, что наш МИД уже сейчас априори выдаст это соглашение, это разрешение, лишь бы сбивали, лишь бы показать, что НАТО не пассивен и силен. Вот как вы считаете, Ландсбергис в этом отношении прав? Подписываюсь под каждым его словом. Конечно же, прав. Они просто четче понимают менталитет россиян и четче осознают, какие последствия будут, если вы начинаете пасовать и давать заднюю перед агрессией россиян, перед блефом россиян, перед агрессией, перед ядерным шантажом россиян. Если вы делаете шаг назад, россияне два шага вперед сделают. Это обычная нормальная их татика. Там, где они получают отпор, они там и останавливаются. Поэтому они говорят, что их границы нигде не заканчиваются, а заканчиваются там, где они получают отпор. Почему они не нападают на Аляску, например, на Соединенные Штаты Америки или на НАТО? Почему они не нападают? Потому что они знают, что они там получат отпор сразу же, без разговоров. Ну сейчас НАТО под вопросом, потому что мы видим, как отдельные члены НАТО отдельно реагируют правильно, а другие не совсем правильно реагируют или не вовремя. Но тем не менее, НАТО ядерный все-таки альянс самый сильный в мире, поэтому Россия не хотела бы воевать. А вот слабых бить, там Грузию, кто послабее, поменьше потенциалом. Украину попробовали, ну и тут ошиблись, просчитались. Украина хотя бы и меньше по потенциалу, но продемонстрировала возможность того, что мы называем дать отпор настоящий. И россияне потеряли фактически там 50% или 70% тех территорий, которые они первоначально тут пытались захватить. И знаете, вот в продолжении темы, страны Балтии призвали европейские страны НАТО возродить призывную армию. И вот, как заявил глава Латвии Эдгар Ренкевич, сейчас необходимо вернуться к уровню расходов времен Холодной войны и обсудить возобновление обязательной военной службы. И по его мнению, именно этот призыв поможет создать такие наиболее боеспособные резервные силы для сдерживания России. Как вы полагаете, будет ли популярной такая идея и многие ли страны ее поддержат? Идея будет очень непопулярной, потому что, если посмотреть дискуссии, которые в большинстве стран Европы сейчас ведутся в парламентах, это дискуссии, как бороться с рецессией, которая в Европе, как бороться с инфляцией, которая после продовольственного кризиса, энергетического кризиса задела там многие европейские страны. Плюс к тому, переход на военные рельсы означает отказ от ранее применяемого алгоритма, когда вы тратили деньги, когда американцы тратили деньги на вашу безопасность, на европейскую, а европейцы тратили на повышение благосостояния европейцам. То сейчас необходимо забрать деньги, во-первых, сократить расходы, раз, потому что идет рецессия, а второе, потратить больше денег на фоне сокращения расходов, на военные затраты. Это значит забрать у социального сектора, то есть уменьшить благосостояние народов. На фоне выборов в Европейский парламент, когда все будут пытаться избраться от всех стран, это очень непопулярная идея, она просто не ложится, это не мейнстрим, не ложится в контекст. Поэтому, может быть, после выборов Европейского парламента в июне месяце возобновятся эти дискуссии, но сейчас они как бы не мейнстримты, я считаю. Такой еще вопрос. От российских денег отказался даже китайский банк, созданный для работы с Ираном. Называется он Куню Лунь Банк, и он уведомил своих клиентов, что с 29 марта полностью прекращает обрабатывать платежи из России. Я напомню, что в начале этого месяца у российского бизнеса возникли большие проблемы с перечислением денег в крупные китайские банки. И платежи в долларах, и в юанях, и в рублях они зависали неделями в банках. И вот теперь уже все отказываются сотрудничать. Как вы полагаете, это вот сработал вот такой вот страх попасть под вторичные санкции за работу с Россией? Да, это последствия того, что Соединенные Штаты увидели, что европейские и американские санкции, они не столь эффективны, как думали в начале войны. И после двух лет войны Соединенные Штаты приходят к выводу, что если не перекрывать источники пополнения потенциала России, то штатам в Европе приходится из своего кармана платить больше, давать помогать Украине. Если россияне через тот же Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, как хабы финансовые, рассчитываются за покупку чипов и других вещей, которые укрепляют ее военный потенциал, ну естественно там создаются ракеты, танки, которые едут в Украину. И Украине от Запада тогда необходимо дополнительные деньги на защиту, на ПВО, на ту же бронетехнику и так далее. И Соединенные Штаты поздно, конечно же, и Европа через два года поняли, что надо перекрывать именно вот эти финансовые хабы, которые я назвал. Это Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, ну еще их несколько есть, там Гонконг. И нанесли удар как раз по расчетным вот этим центрам, угрожая вторичными санкциями. Да, и это сработало, это уменьшило возможности для россиян для расчетов. Да, они найдут обходные пути, но они будут дороже. То есть им придется тратиться больше. Спасибо огромное, спасибо за ваши комментарии, пояснения, за эту содержательную беседу. И всегда рады видеть в эфире Фридема. А зрителям я напомню, Руслан Осипенко, дипломат, был в нашем эфире. Спасибо. Ссылка на наш Телеграм в описании.